Девушки отдыхают Девушки отдыхают Александр I в царском селе Александр Павлович Романов Российский император с 1801 по 1825 год Александр I родился в Санкт-Петербурге 12 декабря 1777 года Вступил на трон после смерти отца императора Павла I Получил эпитет в историографии благословенный В царствовании Александра I были раздвинуты пределы России Александр I овладел Финляндией и Бессарабией Присоединил Кавказ и Дагестанскую область с городами Дербент и Баку Распространил протекцию на Польшу Отечественная война 1812 года закончилась блестящей победой России И укреплением государства Щедрый подарок от бабушки Александр I рос практически вне семьи Вне материнской ласки Так как Екатерина отобрала сына у родителей Определив ему жить в царском селе подле себя Наследник престола оказался в ужасной атмосфере Сложных родственных отношений Которые сложились между императрицей бабушкой И опальными родителями Жившими в солдатско-прусской обстановке Гатчинского дворца На территории архитектурного ансамбля царского села В северной части Александровского парка Среди живописных пейзажей Стоит замечательный дворец с двухвековой историей Это Александровский или Новый царско-сельский дворец В Петербурге и его окрестностях Есть дворцы и больше, и царственнее этого Но прекраснее по архитектуре нет Игорь Грабарин Александровский дворец был заложен в 1792 году По распоряжению императрицы Екатерины II И преподнесен в дар к бракосочетанию ее первого и любимого внука Великого князя Александра Павловича Будущего императора Александра I С великой княжной Елизаветой Алексеевной Александровский дворец стал одним из шедевров Джакому Кваренги Его можно причислить к лучшим образцам мировой архитектуры По задумке императрицы он должен был походить на Фернейский замок Жан-Жака Руссо Александровский дворец, он возник в 90-е годы И не вполне отвечал тем мечтам Екатерины Но, тем не менее, его архитектурная ценность от этого не уменьшилась И это, несомненно, жемчужина российской архитектуры Дворец вышел очень привлекательным Особенно красива была Каринфская колоннада Обращенная к Петербургу и соединяющая оба флигеля На подъезде поставлены бронзовые статуи Изображающие русские народные игры Бабочника и свайчника Произведения наших скульпторов Пименова и Логановского В 1796 году, незадолго перед смертью Екатерина II объяснила Александру всю необходимость лишить престола Павла Убийство отца произвело на Александра потрясающее и угнетающее впечатление И осталось навсегда тяжелым грузом на его совести Александр стал цесаревичем на 19-м году жизни Начало реформ Он слишком слаб, чтобы управлять И слишком силен, чтобы быть управляемым Михаил Спиранский Когда Александр I взошел на престол То заявил, что собирается провести в России ряд реформ Для ограничения деспотичного правления Надо сказать, что от Александра I все ждали таких преобразований На самом деле эти разумные реформы были продолжением деятельности его бабушки и отца И вот там, где реформы Екатерины и мысли Павла совпадали Государь проводил реформы Вот тот же самый непременный совет, в который входили действительно серьезные государственные деятели Осуществил в 1803 году реформу образования Которую начала Екатерина Великая, но не успела довести до конца И эту реформу удалось провести Удалось провести министерскую реформу Потому что всем государственным деятелям, членам непременного совета Как бы они друг другу не противоречили Была понятна необходимость Введения всего восьми министерств вместо бесчисленного числа ведомств Совершенно четкими функциями И эта министерская реформа была проведена Она оказалась крайне полезной для страны Вот все остальные идеи Типа постепенно освобождение крестьян Введение каких-то либеральных конституционных преобразований Ничего не прошло Это были прекрасные разговоры Первые указы Александра Первого Сняты запреты на вывоз и ввоз в Россию промышленных товаров Разрешено вывозить вино и хлеб Вышло предписание, ограничивающее полномочия полиции Объявлен указ о свободном выезде и въезде в страну Более серьезные реформы надо было обдумать и обсудить основательно Главное, надо было ознакомиться с положением дел в стране У молодого императора были смутные понятия о некоторых вещах первостепенной важности Крестьянский вопрос, например, казался ему легко разрешимым, пока он не стал венциносцем Теперь все, казавшееся простым, неожиданно стало трудным и сложным Есть даже анекдотический случай, когда царь обнаружил свое незнание Что в России помещик имел право торговать людьми вне Независимо от того, семейный человек или нет, есть у него земля или нет То есть людьми торговали, как с котом Отрывая их от семьи, отрывая их от земли и передавая за деньги другим лицам Когда ему это сказали, что царь и батюшки не знали Ему пришлось развести руками, он этого не знал Он, который считал, что крестьянский вопрос, он разрешит быстро и безболезненно Меня обвиняют в недоверчивости, но известно, что с того времени, когда я начал мыслить Я видел вокруг себя только несчастье И все, что я предпринимал, обернулось против меня несчастьем Александр Первый Все прекрасно понимаем, что Россия Тем более Россия монархическая, где господствует один абсолютный монарх К ним, к которому приходилось всегда прислушиваться Так или иначе, всегда на кого-то смотрит С одной стороны, на Запад, а что нам скажут? С другой стороны, на Восток, не грозит ли оттуда, что И, конечно же, император в такой ситуации всегда при постоянном внешнем напряжении И внутренних больших проблемах никогда не мог править единолично Естественно, ему приходилось на кого-то опираться Александр создает негласный совет, который состоит из его друзей Кочубея, Строганова, Новосильцева и князя Адама Черторижского Никто из членов этого совета так и не предложил никакого серьезного конституционного проекта Кружок этот его ближайших тайных совет распался и более не созывался Но был образован государственный совет, который был призван решать дела государства Быть советчиком царя, его главным пропагандистом и исполнителем его идей И вот царь, перейдя этот Рубикон, до этого с момента коронации он не бывал в царском селе Но перейдя этот Рубикон и охладев конституционным реформам И ощутив себя, как традиционно русские цари ощущали себя Деспотом в государственном деле, который призван держать в повиновении Россию Его потянуло к тем местам, видимо, где, ну, во-первых, где он чувствовал себя спокойно Где он чувствовал себя в своей тарелке и где были еще свежие у него воспоминания о Екатерине Второй Как о самодержице, которая деспотически управляла Россией То есть он вспомнил о ней, вспомнил о царском селе и царское село расцвело под его Александровым оком Расцвет царского села В царствовании Александра эта загородная дача Екатерины значительно расширилась Здесь даже имелась ферма по образцу голландских хозяйств Где выращивались лучшие породы тирольских коров А также украинские и холмогорские буренки В зоопарке жили ламы и кенгуру Александр Первый за годы своего правления восстановил все, что было сделано при императрице Екатерине Второй И кроме того построил много интересных вещей и уже задуманных во время своего правления В том числе это и был перестроен Александрский дворец, был создан лицей Была создана искусственная руина, так называемая Была создана гранитная галерея Ну, можно перечислять и дольше И главным образом царь, любивший очень цветы, он создал прекрасный аранжерей Царское село в определенном смысле утопало в цветах В начале 1810 года при вступлении в должность нового министра народного просвещения Графа Алексея Кирилловича Разумовского Император Александр передал ему на рассмотрение проект образования лицея Который предположено учредить в Царском селе Императорский царско-сельский лицей располагался в этом здании с 1811 по 1843 год Попасть в лицей было довольно трудно Дело в том, что, чтобы попасть в лицей, самое тяжелое было получить рекомендацию из высших сфер власти К приемным экзаменам было допущено 36 учеников Из которых и было принято в число воспитанников лицея 30 человек Лучше других, выдержавших экзамен Первый список учащихся утвердил сам император Александр I Но главное значение Царско-сельского лицея, это, конечно, не политика Это культура Так вот, представьте себе, что таких людей, как Пушкин Но талантливых в самых разных областях культуры Ну, собственно говоря, и прозаиков, и государственных деятелей И мы знаем, что Горчаков, министр иностранных дел, окончил Царско-сельский лицей И именно благодаря им Россия в середине и второй половине 19 века Шла в ногу со временем и была достаточно просвещенным и энергично развивающимся государством История образования Царско-сельского лицея началась в первом десятилетии 19 века Когда русское общество, поощренное либерализмом Александра I Надеялось на возможность государственных реформ Лицей создавался для того, чтобы готовить деятелей новой, преобразованной реформами России Весной государь обычно переезжал в Царское село Министры приезжали из Санкт-Петербурга раз в неделю и, быстро покончив с докладами, разъезжались Александр оставался один на один с нерешенными проблемами государственного преобразования Как развивалась линия жизни Александра с того, как он стал императором Также развивались и его, скажем так, политические амбиции И его неуемные энергии, которые он в детстве мечтал расточить на благо общества Создать конституционную монархию, сводить крестьян, провести либеральные реформы, приблизить Россию к Европе Все это не удалось, не удалось по многим причинам Я уже говорил, и огромное пространство России, и огромный слой влиятельнейших людей Помещу, которые, скажем так, не желали освобождения крестьян Которые очень сильно помогли ему в войне 12-го года И не желали, чтобы Александр забыл им эту помощь Они хотели, чтобы Александр действовал так, как нужно им А им ни в коем случае не нужно было ни отмены крепостного края, ни конституционной монархии И ничего этого им было уютно жить в огромном медвежьем углу И ни в коем образе не поступать к Европе Это была такая картинка, на которую смотрели вдалека Любовая, с которой было приятно съездить, путешествовать Такой был хороший тон, обязательно съездить в Европу, но не более того Отечественная война В память войны с французами в Екатерининском парке Были поставлены монументальные ворота Ворота были сооружены с необыкновенной скоростью Восемь цельных шестиметровых чугунных колонн И все детали отлили за несколько месяцев Полностью ворота были собраны 19 августа 1817 года За неделю до пятой годовщины со дня Бородина Монументальные ворота были построены архитектором Стасовым На юго-восточной границе царского села В честь победы над французами Проект утвердил Александр Первый И Александр же Первый составил текст Текст, который звучит как «Любезно моим сослуживцам» Александр считал Наполеона символом законности мирового порядка Оба были лидерами двух крупных европейских стран Задающих тон мировой геополитики В письмах они называли друг друга братьями Вторжение наполеоновских армий в Россию Было воспринято Александром не только Как величайшая угроза Отечеству Но и как личное оскорбление А сам Наполеон стал отныне для него Смертельным личным врагом Александр умен, приятен, образован Но ему нельзя доверять Он не искренен Это истинный византиец Тонкий, притворный, хитрый Наполеон Бонапарт об Александре Первому Наполеон и Александр столкнулись как две личности Казалось, все преимущества были на стороне Первого Наполеон рвался к решающему сражению Он говорил, одно-два сражения и Александр на коленях будет умолять меня о мире Я сделаю так, что Россия будет моей Александр Первый был несколько мечтательным Не очень любил военные действия Наполеон же сказал об Александре Первом Военное ремесло это не твое К глазам его место То есть Наполеон не рассматривал Александра Первого как Талантливого военачальника Нашествие неприятеля на Россию Вызвало подъем патриотических чувств Во всех слоях общества А отступление наших войск Вызвало всеобщее недовольство Уступая общественному мнению Александр назначил главнокомандующим Популярного старого генерала Кутузова Который только что с успехом закончил Турецкую войну Кутузов понимал всю сложность Может быть даже невозможность задачи победы Наполеона И как он говорил одному из собеседников Я думаю не о том, чтобы победить Наполеона Я думаю о том, чтобы его обмануть И вот совершив известный в военной науке Тарутинский маневр И дав бой наполеоновским войскам При Новоярославце Кутузов вот эту свою генеральную идею Он осуществил И Наполеон принужден был Бежать из России Оставив 260 тысяч трупов По обеим сторонам дороги Александр не подчинялся воле Наполеона И его твердость спасла Россию Гибкость и изобретательность Александра Сыграли в отечественной войне Не меньшую роль, чем военный талант Кутузова И патриотизм всего русского народа Россия победила Наполеона Россия освободила Европу И после этого должна была воспользоваться Плодами победы Но Александр Первый Приехал на Венский конгресс И вместо того, чтобы сказать Я этого хочу И Россия имеет на это право Как главный Участник победы Над Наполеоном Он играл в те же игры В которых он играл всегда Он пытался воспользоваться Противоречиями Между различными участниками конгресса Но извините Граф Меттерних Министр иностранных дел Австро-Венгрии Был более искушен В таких играх В результате выиграла Австро-Венгрия В последствии выиграла Франция, Англия То есть выиграли все Кроме России Которая совершенно непонятно За что принесла Такие жуткие жертвы Ну понятно еще Жертвы 12-го года Но 13-й, 14-й год Это же ведь тоже были Очень кровопролитные войны Одна битва под Лейпцигом Унесла жизни Совершенно немеренного числа Русских солдат Победоносно закончив войну С французами Александр предпринял Очередную попытку Осуществить реформы В России Мы знаем, что Скажем так 12-й год Стал разрубежом Не только Да Для нашей страны И для европейской истории Похода Наполеона Освободительные войны Российской армии В Европе Ну и для внутренней жизни страны Александр действительно изменился Изменился очень сильно Его первое половое направление Второе половое направление Два разных человека Такое ощущение Что он изменился Не после войны А после Венского конгресса Вот собственно После Венского конгресса Он как бы потерял себя Он перестал совершать Сколько-нибудь яркие Действия Может быть потому Что он все-таки Ощущал, что проиграл Но ведь Он играл С позицией силы И полностью вроде бы По своим правилам А новую Европу Сформировал канцлер Миттерних Последние годы жизни Свои последние годы Император живет В царском селе Устав от блеска и шума Александр искал здесь Тени и тишины Последний раз Ночевал император В царском селе В 1825 году По дороге в Таганрог Простившись с Петербургом Тяжело болевшая императрица Отказывалась ехать Лечиться за границу Вместе с Александром Павловичем Они решили выехать На лечение и отдых в Таганрог В конце октября Государь простудился А 14 ноября Слабев к тому времени Окончательно Слег в постель И вскоре Не приходя в сознание Умер Для многих современников Смерть Александра I Была загадочной Странной И непонятной Потом поплыла в народе Легенда О том, что царь Не умер А Может быть даже Я бы так сказал По православному По православному Как-то по православному Поступил Уйдя Уйдя Под другим именем В народ И ходит легенда о том Что Некто Федор Кузьмич Проживал Долгое время В России Причем На склоне своих лет Он Обнаружил Прекрасное здание Дворцовых обычаев Прекрасное знание Людей Которые Были Когда-то Во дворце И вот эти знания Которые Не могли быть получены Простым человеком Они поддерживали Эту легенду Что царь Уйдя в народ И окончив свое существование Не раскрыв Так сказать Своей Своей личности Так и умер Отдав престол Преемнику Таким вот образом Потомки Назвали Александра Первого Благословенным Александр был Любим народом За то Что поднял Россию В глазах всего мира Приумножил ее территории И богатства При нем творили Жуковский Гоголь Пушкин Благодаря Александру Первому Благословенному Преобразовалась И достигла Наивысшего расцвета Царское село Любимейшая резиденция Русских монархов Царское село Романовы История России 19 век Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин